МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Студия Думская ТВ продолжает работу в прямом эфире. Продолжаем говорить о том, останутся ли одесские тепловики без газа. И попробуем дать пару конкретных рекомендаций, потому что в студии у нас юрист, это Ирина Тодоревич. Здравствуйте, Ирина. Приветствую вас. Но, знаете, если такой очень простой вопрос, понятный каждому украинцу, одесситу, за долги могут забрать квартиру? Вот в юридическом поле по букве «закон» это возможно? Арестовать и потом выставить на аукцион и продать? Это очень длительный процесс, но гипотетически при тех условиях, соблюдении тех условий, которые предусмотрены в законе, конечно, можно. А политические заявления могут повлиять как-то на закон? Потому что мы неоднократно слышали, как Владимир Гройсман, премьер-министр Украины, говорил о том, что это невозможно, и все могут спать спокойно. Ну, не знаю, насколько политические заявления могут сейчас в нашей ситуации повлиять на законодательство. Я могу только говорить о законодательстве. Четко у нас предусмотрено в законодательстве, что каждый должен выполнять, каждый непосредственно потребитель тех или иных коммунальных услуг, согласно закону о жилищно-коммунальных услугах, должен платить за свои услуги, те, которые он потребляет. Каким уже образом, допустим, согласен или не согласен, но у него есть разные права. Он имеет право, если он с чем-то не согласен, писать определенные акты претензий, направлять, он должен возражать, собирать доказательства. А на него имеют право обратиться в суд. Те же самые, либо это ОСМД, если в этом доме есть ОСМД, если в доме нет ОСМД, это, скорее всего, организация, которая осуществляет какие-то функции. Вот сейчас вместо ЖЭКов возложены на нее для того, чтобы управлять этим имуществом. То есть это не страшилки, вполне такая реальная картина. Нет, это должно быть решение суда. Это называется судовый наказ. После того, как был судебный приказ, после этого он отправляется на исполнение. И каждый из нас имеет право, собственно говоря, обжаловать этот судебный приказ. Можно его пересмотреть, можно идти и судиться по этому поводу, собственно говоря. Если же нет, то тогда этот судебный приказ идет в исполнительную службу. И там есть определенные требования для того, чтобы имущество, которое, если нет другого никакого имущества вообще, если все уже продано, и долг более на сегодняшний день в законодательстве об исполнительном производстве, это 20 размеров минимальных заработных плат. Мы все с вами знаем, что с 1 января 2017 года минимальный размер заработной платы 3,200. То есть 20, то получается 64 тысячи. 64 тысячи. То есть, если долг превышает 64 тысячи, то тогда долг могут взыскать и в счет погашения, собственно говоря, за счет имущества. Если, условно, повод для манипуляций, долг в одну гривну нельзя назвать долгом, но это же все-таки долг, но его на почве такой суммы невозможно ничего сделать. Нет, вы знаете, одна гривна – это тоже долг. Это же долг. Если необходимо, можно за одну гривну обратиться в суд. Но, конечно, это нецелесообразно, потому что есть и сдержки различные. Конечно, никто с такой суммой обращаться в суд не будет. Я думаю, что каждая уже ОСМД будет определять для себя. У них в уставных документах сейчас уже по действующему законодательству, в уставе каждого ОСМД, который создается, у них есть определенная обязанность ОСМД и председателя, собственно говоря, ОСМД, которые будут нести ответственность, обращать взыскание, то есть взыскивать с должников суммы. Потому что, на самом деле, это же деньги всех собственников многоквартирных домов. То есть, кто-то платит, а кто-то нет. А почему нет? Если не может платить по каким-то причинам, есть же сейчас хороший механизм, называется субсидии. Где-то со середины 2015 года процесс получения субсидий уже упрощен. То есть, в принципе, можно, заполнив два документа на сайте, не выходя даже из дома, если есть интернет, можно обратиться и подать такую заявку. Либо это в местный орган власти, либо это, допустим, если это в области, люди находятся, то в областной орган власти. И можно оформить субсидию. С вами, как с юристом, люди советовались, безопасно ли брать субсидии. Вы же знаете наверняка, что в народе ходит мнение, что не очень это безопасно. Возможно, потом сложно продать квартиру. Вы знаете, обращались. Я могу сказать, что мне кажется, что многие люди либо они обращаются из-за правового нигилизма, из-за того, что они не знают этого, им правильно обратиться к адвокату или к юристу, для того, чтобы он разъяснил нормы. Во-первых, это действительно проще. Не нужно собирать такую гору справа, как это было раньше. Не нужно выстаивать там большие очереди. Дадут субсидию? Хорошо. Не дадут? Ну, так значит, нужно каким-то другим способом уже решать свой вопрос. По поводу того, что могут потом арестовать квартиру или взыскать квартиру. Ну, так я хочу сказать и призвать всех граждан к тому, что тогда нужно, наверное, не лукавить и не вводить государство в заблуждение. И если тебе действительно необходима субсидия, и ты подходишь под те критерии, которые указаны в законодательстве, ты можешь получить. А кто сильно хочет обхитрить государство, то может в результате обхитрить и себя. Такие случаи тоже могут быть. Человек, продавая квартиру после того, как воспользоваться субсидией, будет компенсировать те деньги, которые из него вносило государство? Вы понимаете, там есть разные случаи. Так просто говорить нельзя. Вот так, на вскидку, когда он продает квартиру. Есть случаи, когда подходят к этому выборочно, в том числе, допустим, в чем смысл субсидий. Субсидий за последние 12 календарных месяцев, по-моему, не должно быть сделок превышающих 50 тысяч гривен. То есть если человек либо покупает, либо продает, то тогда государство это контролирует. Но можно же объяснить, допустим, если была там двухкомнатная квартира, а в связи с тем, что семья была из четырех человек, допустим, какой-то из детей, женился или вышел замуж, и необходимо улучшить квартирные условия, так они еще доплатили и купили, допустим, квартиру. То есть это очень индивидуальный момент, поэтому, мне кажется, это больше инсинуация на этот счет. Какие есть механизмы в законном поле оспорить вот ту платежку, которую люди получают? Вот они видят, там, у них свои цифры, свои счета. Как это можно сделать? Да, ну давайте разберемся. Во-первых, у нас несколько, да, допустим, сейчас. Самое большое, конечно, это газ отопления, да. Очень важно, когда каждый человек, вот, думаю, с этого года точно должен отдавать себе отчет, что если он чувствует, что он не получает того тепла, который он должен получать, то есть специальный механизм. Для этого, конечно, можно самому почитать законодательство. Это тот закон, о котором я уже сказала, о жилищно-коммунальных услугах, о предоставлении. То есть услуги должны быть по общему правилу, как согласно нормам Гражданского кодекса, должны быть качественного образа, собственно говоря. Если он считает, что он получает некачественную, нужно, соответственно, это фиксировать и обращаться в эту организацию, которая предоставляет услугу. Такой документ называется акт претензии. Ее должно составить либо он, либо еще плюс еще один такой пользователь, споживач, так называемый, на украинском языке, и направить в эту организацию. Пригласить обязательно этого, эту эксплуатирующую организацию, которая предоставляет ему услугу, для того, чтобы они тоже зафиксировали этот факт. Если они не являются, то есть нужно собирать доказательства. Потом, после того, как приходят эти расчеты, кроме того, нужно обязательно собирать все платежки, которые были уплачены. Но еще и сумма важна, ведь не только качество услуг, которые предоставляются, но и сумма. Сумма важна, когда, если, допустим, эта эксплуатирующая организация не использовала ту методику, которую предложил непосредственно правительство. Тогда это тоже можно непосредственно оспорить и как минимум узнать эту методику. Хорошо в этой ситуации помогают адвокатские запросы. Необходимо обратиться к адвокату. Адвокат имеет право по закону направить адвокатский запрос, задать ряд вопросов, попросить ряд документов. Ему в течение пяти рабочих дней по закону обязаны предоставить такую информацию. В моей практике это тоже было. Самостоятельно без адвоката не обойтись? Ну, можно попробовать. Но там другие сроки, во-первых, ответа на такой запрос. И не факт, что, понимаете, на адвокатские запросы есть хотя бы ответственность у этих должностных лиц. Хотя бы сначала административная, потом можно даже вплоть до уголовной ответственности. Я к тому, что, например, люди пенсионного возраста, они нередко не могут себе позволить адвоката. И вот они ходят и ходят. Ну, бывает тогда, бывает. Понимаете, я же за, как говорится, за высокое КПД. Чтобы потраченные силы были равны тому выходу, собственно говоря, результаты, которые человек хочет. Я считаю, что людям пенсионного возраста, у которых нет поддержки от детей, вообще имеет смысл заниматься оформлением субсидий. Помочь им оформить субсидию. Вот это правильный выход, собственно говоря, для людей преклонного возраста, у которых нет поддержки. А ходить, просить, оббивать пороги тоже можно. Это тоже выход. Но какой же результат? Не самый оптимальный. Предыдущий наш гость сказал о том, что каждому пора бы задуматься о том, как правильно заниматься собственным энергосбережением. Что вы сделали в этом направлении? Есть у вас личная практика и советы? Возможно, утеплились или поставили другие окна, или двухконтурный котел? Нет, конечно, двухконтурный котел я не ставила. У нас есть ОСМД. Наша ОСМД закупает специальный газ у организации. Для ОСМД, насколько я даже тоже вникала в этот процесс, этот газ стоит чуть-чуть дешевле, чем для любых других организаций, просто юридических лиц. У них скидка. И у нас есть вот такой счетчик учета тепловой энергии на дом непосредственно, который сам регулирует, в зависимости от температуры, за окном регулирует подачу этого тепла. Поэтому в нашем доме я не чувствую какого-то дискомфорта и какой-то, наверное, некачественно предоставленных услуг. Ну и к сознательности одесситов, опять же, призываете. Да, конечно, обязательно. Но я думаю, что все уже должны понять, что если мы идем в Европу, то в Европе все очень жестко со всеми коммунальными услугами, с потреблением и воды, не только тепла. Воды, тепла и света. Нужно уже, наверное, если мы идем в эту сторону, уже задумываться и брать ответственность действительно на себя, за свою жизнь. Ну что ж, спасибо вам большое. Спасибо вам большое. Что нашли время и разъяснили нам некоторые правовые вопросы в этой сложной проблеме. Ну что ж, мы подводим итоги сегодняшнего вечера, ну и итоги голосования, в котором принимали вы участие. Главный вопрос, который звучал в течение всего информационного дня и вечера на Думской ТВ, звучал так. Верите ли вы в обещания губернатора по завершению строительства трассы Адисса-Рени? Конечно, верю. Нет. Или это очередной популизм? Так вот, не верят в это. 35% проголосовавших верят в 25%. Что выполнит 35%, что не выполнит 25% и очередной популизм 40%. Совершенно верно. Спасибо, что были с нами весь этот день с 15 до 21.00. Передаем слова Алия Есина. Она ознакомит вас с финальным выпуском новостей на сегодня. А мы увидимся уже завтра. Редактор субтитров А.Семкин